Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Станислав Крючков. Это программа «Вдох-выдох». Я рад видеть вас на канале Хабарковский лайф. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии по ходу этой трансляции в чате эфира, делитесь ссылкой на ниже последующие видео со своими друзьями, близкими, потому что это то немногое, что мы можем сейчас сделать для собственной солидарности друг с другом. А гость наш сегодня – богослов и религиозный мыслитель Андрей Кураев. Отец Андрей, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Не знаю, нашлось ли у вас вчера три часа, чтобы ознакомиться с исторической, как анонсировал Песков, речью президента, но сайт Кремля оперативно опубликовал расшифровку, и глазу там есть же за что зацепиться. Во-первых, как вам сама историчность этого текста, преподнесенного в виде монолога и в виде последующих ответов на вопросы, что вам показалось существенным? И, наконец, сама вот эта форма, потому что это в рамках дискуссионного клуба, дискуссионной панели Валдайского форума, форума русских интеллектуалов. И в дискуссии явлено такое общение, ну, скажем так, по поводу собирания в клубок, что ли, всего прежде от Путина уже слышанного. То есть явлен, на мой взгляд, по моему ощущению, какой-то такой конгломерат путинского мифа. Вот русская дискуссия, она сегодня стоит на каком фундаменте? На фундаменте обид, неоправданных обобщений и самолюбования, или вы что-то существенное, значимое там для себя вычленили? Ну, фундамент самый прочный. Это парадигма тети Глаши с пятого этажа, которая сидит у налоговщика подъезда. И рассказать о том, что некая сволочь, которая Маргарита с седьмого этажа, она держит у себя под диваном какую-то грязную бомбу, вы простите, какой-то грязный таз, который фонит. И по этому поводу какие-то злые флюиды спускаются этажом ниже. И даже шапочка от фольги не помогает. Вот это вот был главный месседж, который сообщал нам вчера президент. То есть перечень его обидок. А он, естественно, всегда прав, и Россия всегда права, а не навидит нас за то, что мы такие хорошие. То есть, ну, это известный совершенно его пропагандистский тез, но не более того. То есть он абсолютно бесчестный с точки зрения этики и с точки зрения истории. В общем-то, некую банальность придется рассказывать в школах России будущего. Банальность стоит в том, что у России достаточно удачная история с точки зрения таких вот имперских критериев. То есть Россия входит в высшую лигу, играет в высшие лиги имперских хищников. Это достаточно удачный альфа-самец, который удалось достаточно долгое время войти, ворваться в эту лигу, скажем, где-нибудь в 18-м веке, в конце 17-го. И удержаться в ней достаточно долго. Многие ее конкуренты, они как-то ушли в небытие, в этом смысле, из этой лиги, в более низкие перешли, скажем, Австрия или Турция, например, Польша. А она вот все-таки играет довольно долго там. Естественно, как все удачливые альфа-самцы-хищники, у нее достаточно большой... У нее большая, в ее музее ее истории, большая коллекция скальпов. Убитых ее из поеденных ей врагов, захваченных территорий, аннексированных и так далее. Разорванных договоров, нарушенных клятв, предательств мелких, больших и так далее и тому подобное. У всех эти предательства есть. Достаточно вспомнить, например, из истории Англии. Отказ английского короля принять императора Николая II и его семью, когда им грозила казнь в России. Да, это было достаточно подлое решение, конечно. Или же, скажем, пряток Тапунта, когда в 1940 году английский флот раздолбал французский флот в портах Африи, Северной Африки. И, напомню, была Вторая мировая война, война против Германии. Но самая крупная морская операция надводного военно-морского флота Британии, это была битва с французским флотом. И такой роды вещей их много. И каждый раз были определенные оправдания. Как же это реал политик, надо. У нас есть рациональные основания для этого, есть опасения. Потому что, а вдруг немцы все-таки захватят французский этот флот и заставят его воевать против нас, чтобы этого не было. Давайте мы его уничтожим сегодня, наших союзников. Вот это вот превентивные нападения, известные еще по меньшей мере Северной Ветхого Завета, книгу Пури, можно почитать на эту тему. Но тогда это не считалось чем-то таким совсем уж дурным. А в 21 веке как-то развязать превентивную войну, это не очень комильфо. И вот для того, чтобы не признать эту очевидность, что именно я, Путин, дал приказ своей армии перейти границу суверенного государства Украины. Причем не где-нибудь в спорной Крымской области или Донецкой, а Киевскую область. Сумма Чернигов, где уж граница предельно очевидна была. Вместо того, чтобы сказать этого, и с этого все началось, какие-то санкции и так далее, вот эта первая глава опускается и спрашивается, а нас-то за что? Видите, какие ужасные санкции наши обрушились. Как нас все не любят. Волна русофобия поднялась. А вот с чего бы она поднялась? Об этом молчок. И вот это вот игнорирование этой стороны, не просто странички, а благотомья своей собственной истории, и прошлой, и современной, вот это создает какой-то, ну, придает всему сказанному Путину оттенок циничной клоунады. В вершине этой клоунады были, конечно, его слова о том, что Украина 8 лет готовилась к нападению на Россию, и поэтому построила укрепрайоны на своей территории. Это вот новое слово военной техники. Вот я помню, Гитлер ровно тем же занимался перед своими Блицкребами. Он строил укрепрайоны в Саксонии, Тюринге и так далее. Метонированные бункеры строил. Вот именно в этом и стояла подготовка Блицкребов. А действенность вот этой карты, которую разыгрывает Путин без диалектической пары, да? Запад уверен в своей непогрешимости, а мы, конечно же, непогрешимы. Украина строила укрепрайоны, поэтому мы превентивно напали. Запад развязал, а мы, судя по всему, завязали. Вот для Маргариты с седьмого этажа жить вот с этим предъявленным ей обязательством веры комфортно? То есть Маргарита, она вообще улавливает, что ей немножко так по ушам проехались? Ну, если поговорить, имеется в виду Украину, то, конечно же, она прекрасно понимает, что с таким соседом ей очень неудобно. Вот. И беда в том, или Европу, скажем, понимать, если даже шире, крайне неудобно. Ну, то есть Россия показала в лице Путина, что сколько волка не кормил, он все равно в лес смотрит. И поэтому вопрос, если даже после вроде бы десятилетия мира диалога, перевыучки, скажем так, передрассировки, а все равно оказалось, что казалось бы, тот, кто был доходябе в конце 80-90-х годов, чуть-чуть откормился и сроил снова за старое, то, естественно, возникает вопрос, а как дальше строить свои отношения с этим своеобразным субъектом мировых отношений политических. Вот. И не стоит ли решать вопрос более серьезно, ставить вопрос о том, как обеспечить коллективную безопасность. Потому что мало ли какой новый Путин появится там руля. Вот. И человек переродится. Оказывается, есть некая тайная магия русского трона, русского железного трона. Как только зайница начинает с ним долго контактировать, особенно второй срок, происходят какие-то мутации. И тот, кто раньше вроде бы говорил, что я демократ, либерал, гуманист и так далее, вдруг начинает рычать. И даже ельцин не исключением. То в этом случае возникает вопрос, как же можно тогда с этим троном поступить-то. Перепахать конституцию, ну, тоже это не помогло. Вот. Поэтому здесь, ладно, я не буду давать советы, потому что законами России это запрещено путинскими, да? Давать советы, как укротить наш имперский пыл. Вот. Но я эту озабоченность, по крайней мере, понимаю. Ну, там, в силу того, что на пятом сроке, видимо, между имперской задницей и троном происходит диффузия, ответ в большей или меньшей степени на обварельском уровне очевиден. Там есть ведь и минута откровения. В диалоге с Федором Лукьяновым он фактически вновь вернулся к тезисам своей статьи годичной давности про единство украинского и русского народа. И на вопрос о том, что же получается у нас гражданская война, ответил утвердительно. То есть такая ни к чему не обязывающая, но разоблачительная откровенность. То есть это привносит какие-то дополнительные оттенки в ход той дискуссии с обществом, которая шла прежде, если она, конечно, шла? Созоровым такие же слова в своей апрельской публикации я получил приговор путинского суда, когда я сказал, что как-то непонятно происходящее, как с тезисом пропаганды, что, с одной стороны, русский и украинцы – братский народ. Но если это так, то отначают, что происходящее боевое действие – это гражданская война, наоборот, убийственная. Соответственно, за это в августе суд решил, что я ужасный экстремист, разжигатель, поджигатель, предатель. А вот нынче президент именно это и говорит. Ну, я рад, хорошо, хоть иногда словечко, правда, прорывается. Но тем паче надо попробовать понять, а каково это – ходить в шкуре разжигателя, брата, убийственной войны. Пока что признаков покаяния не видно. Хотя все-таки одна позитивная штучка в речи президента мне бросилась в глаза. Это он парочку минут пустил тезису о том, что Европа нам тоже родная, что мы не объявляем войну европейской культурой, европейским как таковым. Мы сами, в общем, тоже европейцы. Это все правильный тезис, конечно. Это важно. А то я уже всматриваюсь внимательно в телеэкран и на улицах. Меня интересует, не начинают ли сужаться глазки моих соотечественников. А тут вдруг все-таки нам сказали, что подождите, еще записываются в соотечественских товарищей Си. Оказывается, мы еще культурные европейцы. Это хорошо. Это, может быть, каким-то педагогам это поможет смягчить накал вот этой антиевропейской истерии, антизападной истерии, которая является сегодня майн-стримом. Но, впрочем, все это настолько похоже на всякие вот сталинские штучки. Сначала дать какую-то радикальную команду, а потом, понимаете ли, писать белое окружение от успехов. Так что, поэтому стабильного оптимизма это не внушает. Скажите, а это онтологически? Он выговаривает свою убежденность или реагирует на ситуацию в виде прошедшего 20-го съезда КПК с образом Ху Цзиньтау, выводимым из президиума и придерживаемым Си Цзиньпином? То есть, он понимает, что, ну да, это объективно не тот вектор. Нужно с востока-то смотреть по сторонам, а не только туда, куда повернута твоя голова насильно самим же собой. Ну, я думаю, что убеждение там, оно вполне серьезное. Он сторонник многовекторного мира, что означает, нам нужен мир и желательно весь. Поэтому зачем же граничиваться с Китаем? Китай будет прочным тылом, а прирастать будем Европой. О концептотворчестве в лоне российской власти тут появилась дефиниция десатанизации. Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов побеседовал с авторитетным изданием «Аргументы и факты» и говорит, что нужно в ходе СВО десатанизировать страну. И я вот сугубо этимологически рассуждаю, приставка «де», вот она в этом случае что обозначает? Потому что я помню, там, дефиниция, то есть определение, делимитация, то есть некое ограничивание, она разве имеет значение разрастания? То есть вот когда мы десатанизируем, но если мы допускаем, что предъявлена нам некая модель действия, то мы руководствуемся логикой выведения сатаны. То есть десатанизация — это не осатанивание? Извините, я так довольно коряво формулирую, но мне кажется, вот в этом нужно разобраться. Что в данном случае значит «де», предъявленное здесь? Ну, здесь богатое поле для игры, учитывая, что коллеги Патрушева очень любили всякие аббреватуры, ВЧК, ОГПУ и так далее, СБ, Совбезы и так далее, то поэтому, может быть, в случае буковки «д» означают сокращение слова «демон». То есть тогда действительно такая демона сатанизация Украины нам предстоит сделать еще более сатанинской, чем она кажется, скажем так, что-нибудь такое. Вот, принести побольше зла туда. Вот, может быть, такая задача. Вот, еще больше злобы, злобных чувств пробудить в людях. Укоренить на века ненависть к России. Вот эта задача успешно решается. Ненависть к всему русскому, ненависть к России. В нашем сильном братском украинском народе она ракетами и бомбами очень хорошо сейчас преждается. А вот в ходе этой демона сатанизации можно самим остаться чистенькими и не запятнаться? Ну, насколько это возможно? Потому что я читаю этот текст, вижу, там речь идет о переформатировании умов и представляю себе крепкого духом пятидесятника или там любавического хасида, которого попробуй-ка возьми и десатанизируй. Он еще и ответить ведь может? Вообще задача-то не из легких, на самом деле. Замахи у них не на рубль. Вы знаете, здесь, к сожалению, перед нами есть результаты референдума в Запорожской и Харсонской областях. По крайней мере, на их части, на которой расположены российские воинские части. Они там относительно недолго, с исторического точки зрения всего лишь несколько месяцев. И тем не менее, мы где-то начиная с июня уже ничего не видим и не слышим в никаких протестных акциях. Если не читать отдельные партизанские акции террористические. На площадь уже никто не выходит. Гимн Украины перед зданием городской администрации уже больше никто не поет. И не митингов, и голосование, допустим, ну, голосование как в России проходит сейчас. Вполне все единодушные, 90 с лишним процентов за нужные правящие партии решения. Это важный прецедент. Это важно, потому что сегодня, скажем, в украинской части интернета популярно размышление о том, что мы такие-таки разные с русскими, русский народ рабов, а мы свободные казаки и так далее. И вот русские не выходят на протесты, а у нас только Майданов было и так далее. Ну, на это, понимаете, это легко выходить на протесты против Януковича. А вот когда речь идет о протестах против Сталина, извините, здесь и украинцы, и русские одинаково молчали, что в Киеве, что в Москве. И на митинги особо не выходили. И в данном случае, то есть, речь зависит о том, поведение людей гражданское, модель, которую они выбирают поведение, зависит от реальности угроз, от степени репрессивности государственного аппарата. И в условиях, очевидно, что условия, которые были установлены в этих новых областях России, они таковы, что, соответственно, это гражданское сопротивление, оно ушло на кухню. Вполне привычная для нас схема. Так что я никаких здесь серьезных культурных отличий не вижу. К сожалению, может быть, да. По крайней мере, по этой линии серьезных отличий нет. А различия щей и борща, конечно, можно обсуждать, пожалуйста. Но это немножко другая тема. Реальность угроз и различия щей и борща. Смотрите, есть примеры, когда, напротив, люди готовы демонстрировать свое активное сопротивление, но в преддверии определенных праздников, которые ассоциированы с Западом. В Санкт-Петербурге, новость сегодняшнего дня, посетительница перекрестка испугалась украшений к Хэллоу, но потребовала демонтировать тыквы, потому что они оскорбляют ее религиозные чувства. Вот здесь ничто не екнуло и действительно готовы выразить протест, приступить к детеквизации страны. На наш взгляд, это вообще просто занять людей? Это из области дозволенного протеста или из области протеста напротив педалируемого, удобного? Вот сам этот праздник, он страшен в сегодняшней России? Ну, праздник, форму увеселения, даже не знаю, как Хэллоуин назвать. Лет так 15 назад гостил я у владыки Иориона Алфеева, который тогда был австрийским епископом. У меня были лекции в Вене и затем мне была устроена экскурсия в один из католических монастырей, невелико от Вены. И вот меня что удивило, как раз это были осенние дни октябрьские, и в этом монастыре, там молодежный центр работы с молодежью, и были объявления, что скоро Хэллоуин, и по этому поводу мы вас приглашаем на ночную мессу. Приходите к нам в эту ночь. Вот это очень правильная реакция. Не протесты, не осуждения, а предложение, некая альтернатива. В православном интернете некоторые остряки называют это тыквенный спас. Вот здесь яблочный спас летом, там едовый спас, ледяной, а это тыквенный спас. В конце концов, в самом деле, в этом празднике очень сложная судьба. Изначально это, естественно, праздник языческий мир. То есть, ну, понятно, да, конец сезона. Вот уже поздняя-поздняя осень, все умирает, и по этому поводу время задуматься о загробном мире, о вечном. И это время, когда люди как-то приносили, вспоминали о своих предках, какие-то жертвы духом приносили и так далее. Это раз. Затем, когда началась христианизация Северной Европы, то, соответственно, церковь сказала, ну, хорошо, давайте не будем смотреть спорь, давайте молиться об этих умерших. И давайте напомним, что в скандинавской мифологии ничего хорошего за гробом, потому что людей не ждет. Вот там хелл для всех. А вот католики сказали, давайте день всех святых на это назначим. Святых значит спасенных. То есть, это повод рассказать о том, что вот мы верим в то, что может быть другой исход после смерти. Может быть радостным он. Начинается на день всех святых. Отсюда название, когда уже скорее ол здесь слушается всех, всех святых. А уже в конце XX века этот праздник вновь начал коммерциализироваться и, соответственно, погонизироваться. И в таком виде пришел в Россию. Казалось, что в России русской культуре и культурной памяти не было этой прослойки христианской. И поэтому этот праздник воспринимался как такой, если он воспринимался религиозно, то он воспринимался как религиозно-негативный языческий. В то же время, все-таки я специально говорился, если этот праздник воспринимался сугубо религиозно. А так и в обществе очень мало. Только православные воспринимают. Это игровая вещь. Игровой сценарий. И надо сказать, что такого рода вещи, психологи, они сказали бы, такие вещи нужны в культуре. Детям, подросткам нужен опыт преодоления своих страхов. И самый простой способ преодоления своего страха, это его объективизация. Нарисуй, какое страшилище тебя пугает ночью из-под кровати. Или форточки. Вот возьми и нарисуй его. А потом порви этот листочек и больше уже его не бойся. Вот точно так же и здесь. Ну, давай, нарядись в самого страшного, ужасного злодея. А потом пойми, что это на самом деле ты, и просто сорви эти одежды и спрячь в далекую тумбочку. И больше в течение следующего года этого уже не бойся. Так что вопрос в том, как с этим работать. Конечно, я против того, как это навязывалось в школах в 90-е годы. Когда администрация, понимаете, такая толстая директорша, начинала пояснять, как праздновать Хэллоуин. Это было некрасиво. Ну, и кампания вот этих нынешних истерик и запретов. А я еще боюсь, что дело не кончится этим, а еще обязательно дойду до уголовных сроков и посадок организаторов каких-то праздников и экспозиций, связанных с Хэллоуином. Так что у наших репрессий, кажется, нет начала, но точно нет, есть начало, но точно не бывает конца. Всегда готовы еще раз, еще одну ступеньку добавить. Отец Андрей, вы упомянули о жизни австрийской епархии 15-летней давности. Хотел задать вопрос об автокефалиях во время войны. Тут собор Латвийской православной церкви принял обращение к патриарху Кириллу о даровании статуса автокефалия. Голосовали 161 человек. За оказались 160, против высказался 1. В случае с украинской автокефалией внутренний посыл был понятен. Украинская православная церковь, церковь украинцев, есть московский патриархат, где группируются либо русскоязычные, либо русские. В случае с латвийской церковью речь идет, по сути, о приходах для русских верующих в Латвии. Автокефалия такого рода в ситуации нынешнего дня, для будущей религиозной жизни общины – это что? Это не сродни Тихому самоубийству. Я видел в своих социальных сетях, вы приводите ссылку на постановление патриарха Тихона 1920 года, которая в случае войны предоставляла право зарубежным епархиям в случае передвижения границ так или иначе менять свой статус для того, чтобы отправлять обряды и вести каким-то образом церковную жизнь. Вот ваша позиция на этот счет какова? Церковь – это весьма старое дело, православная церковь, с весьма, скажем так, сложной репутацией, прямо скажем. И поэтому очень трудно сделать вид, что мы все начинаем с нуля. Мы просто вот только что родились, и поэтому вот просто вот то, что Бог на совесть нашу положил, мы это и говорим. Потому что исторически очевидно, что эта совесть, она давно уже за ненадобностью сгнила, сожжена и так далее. И не было такого фюрера, которого бы уста этой церкви не облизывали со всех сторон. А причем это касается даже афонских монахов, которые тому же самому фюреру умудрились послать в годы войны несколько весьма длинных и приветственных посланий. Поэтому, скажем так, если... Поэтому, когда сегодня вдруг какой-то церковный иерарх начинает даже говорить против войны и за мир, сразу возникает вопрос, а это действительно ваша принципиальная позиция? А почему ваши коллеги, ваши предсчастники говорили иначе? Поэтому здесь очень-очень-очень непросто. Вторая проблема. Стоит вот в чем, что, простите, я как блогер скажу. Неправда есть в любой пропаганде, в любой стране. И вроде бы казалось бы естественным, что вот церковь должна выступать голосом здравого смысла и как-то отфильтровывать фейки с обеих сторон. Вот это было бы очень хорошо, но вновь говорю, что вот наличие такого бэкграунда, оно заставит задозрить людей, что это не забота о чистоте разума, а все-таки исполнение какого-то служебного задания, пусть даже и в какой-то мягкой форме. Вот это вот то, что изрядно осложняет выработку линии поведения с церковными иерархами и спикерами в самых разных странах сегодня. Ну, а в самом-то, что касается постановления указа Патриарха Тикона, изданного в 20-м году, в ноябре, в конце еще Гражданской войны. Да, там было сказано, что если изменение линии фронта или появление нового государственного граница затрудняет связь с центром, то переходите на какое-то временное самоуправление. А дальше возникает отсюда два вопроса. Первое. Когда, во-первых, сами эти лидеры церквей, ни в Киеве, ни в Латвии, ни в Литве, не сосылались на этот указ. Да я на него сосылаюсь. Они на него не ссылаются. Не знаю почему. В силу своей необразованности, может быть, этих митрополитов. Непонятно, почему они на него не ссылаются. Очень странно. Ссылаются эксперты. Но не они. Вторая вещь. Ну, киевлянам, может быть, не с руки. Говорит, что вы знаете, потому что когда-то московский патриарх нам разрешил, поэтому мы это делаем. А остальным, для остальных, это было бы хорошим прикрытием. Второе. Верный признак настоящей автокефалии, это проклятие вслед уходящему со стороны матери церкви. А вы нас не послушались, вы вопреки нам, вы нарушили свои присяги, клятвы и так далее. Если этого нет, значит, на самом деле было некое тайное соглашение. А вы давайте изобразите, что вы, дескать, против нас. Вы знаете, в свое время мне рассказывали многие люди, что митрополит Никодим Ротов, ленинградский митрополит 70-х годов, собственно, учитель нынешнего патриарха Кирилла, он действовал так, он какого-то юношу начинает возвышать, приближать к себе, и это становится очень интересным, почему-то это становилось интересным спецслужбам Советского Союза. И они начинали потихонечку этого парнишка к себе вызывать, допрашивать, склонять к сотрудничеству. И вот мальчик в ужасе, семинарист, прибегает к своему учителю, к Никодиму, и говорит, Владыка, вы знаете, они, вот знаете, они вызывали меня, они спрашивали о вас и так далее. Что мне им говорить? А ведь действия не урожают, что если я не подпишу согласие, а сотрудничество, тогда меня там кто-то и ся. И Никодим отвечал, дорогой, подписывай, рассказывай, ничего страшного, мы их переиграем. Поэтому я не исключаю, что и сегодня ученик Никодима точно так же всем днепробалтийским сграничным архивизмам сказал, ничего страшного, стучите на меня, осуждайте, как бы отделяйтесь, мы их переиграем. Смотрите, если община не берет во внимание, не принимает во внимание все эти политические расклады, кто с кем, кто кого перетравит, а просто хочет жить, да, и хочет жить, ну, в гармонии в каком-то, с властями религиозными, властями церковными своими, да, то есть не нарушая этот какой-то баланс, то удобнее для жизни самой общины что? Присутствие в соподчиненном положении или автокефалия, пусть там с проклятием, пусть без проклятия, неважно как, но чтобы теплилась эта жизнь-то в конце концов. Интересно в том, что сама церковная структура уже многие-многие века настроятся не для удобства прихожана, а для удобства правящего класса, для удобства епископов. Им удобнее взаимодействовать с начальством, да, вот. Естественно, удобнее, если область епархии совпадает с административной областью губернии, чтобы один, тут же начальник церковной и гражданский был бы на одной и той же территории, и много чего другого, да. Но, в принципе, все эти надстройки, то есть, богословски можно обосновать наличие трех степеней диакон-пресвитра-священника. Ну, и то, сомнительно, честно говоря, тут есть некие проблемки у специалистов по раннему христианству. Но, предположим, богословские вот как-то придумали богословские концепции, объясняющие существование трех степеней священства. Все остальное, архиепископ, митрополит, патриарх, это все декорация. Это все богословского обоснования не имеет. Это удовлетворение человеческого тщеславия. И вот богословское неохладение существования наднепархиальных структур, у католиков это есть, да. Там, Папа Римский, это четвертый вид священства. А в православии этого богословски нет. Мы, напротив, в полемике с католиками это осуждаем, опровергаем. А в реальности вполне себе это реализуем. Поэтому одно дело удобство правящего класса, а другое дело прихожан. Прихожанам, по большому счету, обычно все равно. Как зовут их не в епископы, которые они, особенно в русской практике, когда епископ один на огромную территорию, как-то и не видит. А если видит, может быть, два раза в жизни. И толку от этого созерцания разукрашенного барина на кафедре, честно говоря, нет. Проповеди нельзя сказать, что они качественно отличаются от проповеди обычных предских священников. Качество образования тоже. Поэтому функционал епископа для обычного мирянина не очень понятен, не очень нужен. И если эта надстройка, она существует какие-то проблемы, в частности из-за того, что у этого епископа есть какие-то политические аппетиты, симпатии, антипатии, то тогда скорее появляется некий балласт. Но здесь надо учесть и другое. А что такое интересы прихожан, интересы общины? Дело в том, что если бы это была, скажем так, монашеская община, вот люди, которые сознательно сделали свой выбор, которые вот тщательно, самое главное занятие их жизни – быть профессиональным христианином. Это одно. А когда это народная община, в которой нет правила входа, по большому счету, в которой членский билет ничего не стоит, в которой, как в Новом Ковчеге любят говорить, каждая тварь и папа, в которой люди, особенно в эмиграции, когда приходят, то не столько в поисках Христа, сколько в поисках круга общения, возможности слышания родной речи и так далее, какие-то поиски коммуникации, грубо говоря, это клуб общения, то здесь возникает вопрос, а в чем их-то интересы, и тогда и напротив для них связь с родиной гораздо важнее, чем некий хейтинг, который будет слышаться в прессе в адресах епископа. Один из аспектов этого интереса, ну как я его себе просчитываю, это прежде всего отсутствие такого непосредственного и жесткого политического давления по линии епископа пастыря твоего прихода, то есть пастыря твоей церкви. Ну, я думаю, что вы должным образом расставили акценты. Вот вы упомянули об афонских монахах во времена войны Второй мировой, и тут совершенно как-то незаметно в Москве, ну незаметно в публичном поле прошел Всемирный русский Народный собор, там была принята определенная резолюция, там кучу адресов от властей, от президента, от Софеда, от Думы поназачитывали. На ваш взгляд, в истории, в конечном счете, 22-й год будет каким-то образом ассоциироваться со словами, которые произносились там, где не было ничего сказано о брата убийстве, где было сказано о том, что мы серьезно сталкиваемся сегодня с вызовами, мы хотим консолидации народа. А вот о том, что это два народа, которые оказались брошены в топку истории, ну слов не прозвучало. Вот русское православие официозное оно сегодня именно таково, каковым оно предстало там на экранах телеканала «Спас», «Россия-24» и «Царьград», которые транслировали пленарное заседание, как минимум, этого съезда. В одни Хэллоуина я раньше все время напимал строчки Владимира Высоцкого, песня про маски. Я в хоровод вступаю у хохоча, все-таки мне неспокойно с ними. А вдруг кому-то маска палача понравится, и он ее не снимет. Так вот, когда-то Русский народный собор, Всемирный собор был придуман отцом Всеволодом Чаплиным, ныне покойным, для того, чтобы на всякий случай подружиться с державниками и патриотами. Это был конец 90-х годов. Майстримом был гибрализм и западничество. И Патриархи и Патриарх Кирилл, конечно же, были с ними. И в своих речах тогда Патриарх Кирилл как раз вполне поддерживал западные ценности. Но все-таки было некое опасение того, что, во-первых, может потерять реванш, во-вторых, церкви нужно все, вся паства. И поэтому не только те, которые сейчас в кругу майнстримовой идеологии, но и ее оппоненты. И вот поэтому Чаплину Кирилл поручил дружить с такими патриотами, крайними патриотами. И с коммунистами и так далее. И чтобы дать им возможность какой-то легализации, надо было предоставить им какую-то трибунку, где они могли бы изливать свои слова, но в таком более-менее цивилизованной форме, вот был предложен этот модель Всемирного Русского Собора. Для того, чтобы не считалось, что это чисто нациалистическое, конечно же, туда обязательно затащили парочку равинов, мул и так далее в президиум, чтобы вот видели, здесь все есть, это не национализм, это не что-то такое совсем-совсем плохое. Но вот затем эта, соответственно, дружба с такими ультрапатриотами пархановского толка, она потихонечку превратилась из чисто политического флирта во что-то более искреннее. И по мере мутации самого государственного курса, особенно в последние годы, да, то патриотов рук оказалось, что это вполне себе уже официоз. И поэтому, хотя содержание речей на этом соборе, оно особо за эти годы не менялось, но статус этих речей и их последствия, они изменились. И, конечно же, в контексте и задач этого собора, и его состава, там трудно ожидать чего-то более человечного, покаянного и творческого. И как апогея этого собора, это вручение ордена Александра Невского второй степени замглавы президентской администрации Кириенко лично патриархам. Это, ну, ожидаемое или вот это такое зримое свидетельство соития между властью светской и властью религиозности? Это вручение ордена было прямо во время проведения собора или в павлице. Он единственный из представителей власти, кто удостоил сам этот собор своего присутствия, потому что все остальные пришли с адресами и зачитали их. Кириенко зачитал адрес от президента и получил из рук патриарха. Я сегодня видел это на сайте Патриархии с сопровождением фото, свидетельствами. Такое впервые, чтобы госчиновников награждали именно в рамках этого совсем не государственного мероприятия и даже не очень церковного. И то, что он согласился на такие условия своего награждения в таком окружении, когда, что называется, вокруг Проханова всевозможное, это показывает, что действительно перед нами вполне себе государственная идеология. А ее тест мы уже озвучили в начале нашей беседы. Мы святые и хорошие, поэтому нас ненавидят, мы мученики, мы в рай, а все остальные сволочи, поэтому они боюют против нас, а мы просто отвечаем. Отец Андрей, несколько новостных тем минувшей недели попросил бы сопроводить своими комментариями. Вот накануне Дума в первом чтении таки приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Раньше он распространялся на определенные временные когорты. Теперь будет, видимо, на всех граждан Российской Федерации Церкви эта тема, видимо, удобна, потому что некоторые из ее потаенных очагов жизни теперь будут сокрыты. Или здесь не все так просто вообще? В церковной среде есть позиция на этот счет четкая и недвусмысленная, которую вы разделяли большинство? В данном случае, как раз из церкви эта тема вошла в мир больших медиа, став одним из главных оправданий войны. То есть уже несколько лет патриарх Кирилл, мобилизуя свою паству, он говорил о том, что вот западный мир ужасен. Там идет отречение христианских ценностей. Он при этом избегал слова «гомосексуализм». В общем, в контексте Юричей было понятно, с чем задумывается, что же там такого ужасного происходит, почему самые базовые христианские ценности разрушаются, институт семьи и так далее. Но тут уже всякие Чаплины, они подсказывали в своих комментариях, что речь идет именно о разрешении браков между гомосексуалистами, установлении имени детей и так далее. А уже в 22-м году это стало и в речах патриарха, и в пропаганде. Я помню целый выпуск «Огромный на России-24», объяснение о том, что мы ведем войну, потому что. И дальше рассказывая о том, какие ужасные операции перемения пола совершаются в Соединенных Штатах Америки и так далее. А мы, соответственно, оставим наши традиционные скрепы. То есть, нужно предложить людям что-то очень понятное. От образа врага должно тошнить. И должно быть понятно, что раз они такие нелюди, то к ним можно поступать не по-людски, не по понятиям. Ну, вот нужно, что нашли тогда, вот долго копались. Чем бы еще шокировать человека, который выжил в 90-е годы, нашего российского телезрителя. Вот, и решили, да, вот давайте-ка все-таки покопаемся в грязном белье, покажем чужие задницы, вот расскажем, что, смотри, и тебя заставят. Скоро и тебя продут европейские танки на Красную площадь. И американцы заставят тебя с вонючим негром каким-нибудь вступить в половые контакты. Вот, в общем, мне кажется, это главный трейс. Чтобы дважды не вставать, сразу спрошу и про казус Красовского, которому было ловко, стало неловко, и которого, по его словам, понесло. Как вы полагаете, мы, поскольку сейчас несет многих, да, из области пропаганды, видимо, в этой связи неловко может стать в перспективе последующих разоблачений и другим пропагандистам? Или это особая история, особый случай? Некая профессиональная ампутация совести. Это операция, которая, кажется, обрезание проходит. Они все. Я достаточно старый человек, и поэтому я помню те же самые голоса телегикторов, телеведущих, комментаторов, которые были и годы что-то совсем другое сообщали. А сейчас вот у них такие, вот, понимаете, такая работа, такая работа. То есть, рожда совести, мне детей кормить, где я найду другую работу, я сотрудник микрофона, у меня узкая специальность, негосударственных медий не осталось, поэтому, даже если не называются негосударственными, поэтому, ну, что поделаешь, да, надо говорить так. И вообще, я просто, я рядовой солдат, мне приказали. У рядовых солдатов информационного фронта в МГУ, это ваш альмаматор, насколько я знаю, появится курс военной журналистики. Цель — научить студентов профессионально освещать военные темы. Профессионально освещать военные темы. То есть, военные темы подоспеют, профессионализма не хватает. На ваш взгляд, нужно обучать военкоров? Или вот как мы сейчас с опытом, обретение опыта в натуре, на поле боя, в большей степени должны иметь дело? Что вам больше, какая идея больше симпатична? Не, я совершенно не собираюсь здесь думать за Министерство пропаганды, за отдел пропаганды Министерства обороны, что им нужно, что им не нужно. Это они без меня решат. А студентам, ну что ж, надо понимать, что вы подписываете договор с господином Драконом. И это не то, что может стать не просто такой экзотической страничкой вашей биографии, а это то, что может сожрать вас целиком. Что касается не просто работы журналиста, но работы священника. Не капеллана, а вот просто священника. В Ростове священников начали обучать навыкам тактической медицины. Я не ручаюсь за четкость формулировки, во всем случае в таком виде ее приводит издание «Подъем». Как рассказал пресс-секретарь главы Донской митрополии, с такой инициативой выступил лично митрополит. В семинариях проходят курсы первой медицинской помощи. Что такое тактическая медицина? Вот вы можете, как богослов, представить хотя бы, если не знаете об этом четко, а если знаете, просто расскажите. Здесь все довольно просто. Дело в том, что у всех наших архиереев, у них две головные боли. Первое. Что подарить губернатору и патриарху на их дни рождения именины? Более общий формул вопроса. Что подарить человеку, у которого все есть? Да, и вот это вот головная боль. И второе. Как этим людям доказать, что вы им нужны? Что я ваш, я буржуинский. И вот поэтому здесь время и время возникают такие полусумасшедшие идеи. А давайте мы докажем нашу нужность тем, что мы какую-то такую акцию проведем, которая, собственно, к церковной жизни не имеет ни малейшего отношения. Но какое-нибудь там мирное время от какой-нибудь там попы за соблюдение правил дорожного движения. А то была, помните, идея ходить к взводственным алименщикам с сопровождением милиционеров. И, соответственно, что поп с ними шел и заодно убеждал, что так делать нехорошо. Ну, и много такого освещения опасных участков дорожного движения. Много чего такого было. Я помню, когда в советские годы началась Горбачевская кампания против алкоголизма. Представьте себе, было и постановление Синода. О том, что пьянствовать это нехорошо. Тут же совершенно отозвались. Так что это все вполне в традиции. Никого реального значения никакие эти постановления никогда не имели. Что касается медицины. Медицина преподавалась в семинариях в начале 19 века. Когда исходили из того, что священник на селе будет единственно образованный человек. И поэтому он должен иметь все. Он должен знать основу агрономии, ветеринарного дела и чуть ли не акушерства. По этому поводу известная история о том, как к старцу Амброси Оптинскому пришла крестьянка расспрашивать про то, как ей быть с ее уточками. Ее не отвечало. Это не просто анекдот. Это вполне в рамках компетенции отца Амброси. Это тогда было. В 20-21 веках такого уже, конечно, не было. И поэтому священники, они действительно не имеют базовых знаний. Любому человеку, если будут преподаны в этих условиях особенно знания элементарной медицины, как остановить кровотечение, это неплохо. Что-то даже школьникам, студентам пробуют на эту тему рассказывать. Так что ничего страшного в этом нет. Просто плохо то, что папы не будут учиться медицинскому делу настоящим образом. В общественной организации, которая довольно долго занималась попытками остановить общественное кровотечение и в итоге получила в этом году Нобелевскую премию мира, мемориал. 30 октября проходит в стране День памяти жертв политических репрессий. Ну, вернее, как проходит? Прежде проходил. В этом году московские власти запретили акцию Соловецкого камня. Сегодня мемориал выступил с призывом провести в своих городах-таки эту акцию, возвращение имен, памятную акцию. Ваша позиция, вот историческое значение такого рода акции в текущем моменте, время и место, или не время и не место, и можно ли ставить вопрос таким образом? Ну, учитывая, что первый президент Путин, Валдайский речи, кажется, опять сказал, что Нобелевские премии нынче ничего не значит, я еще не имел возможности публично высказаться по поводу посещения Нобелевской премии мемориала, я поэтому, простите, воспользуюсь возможностью это и поздравлю эту организацию и рядовых тружеников и руководства с тем, что вот такой знак какой-то такой мировой солидарности и поддержки они получили, это замечательно. что касается акции по городам, ну, я никогда не призываю никаким публичным действиям, поэтому здесь вот воздержусь я, мой поклон тем, кто это решается сделать, да, но поскольку я сам вряд ли из дома выйду 30-го числа и куда-то пойду с такой целью, то поэтому и призывать других людей не буду. Ну, я думаю, что мы очень хороший урок сейчас получаем, что вот то самое забвение истории, попытка ее обнулить, отменить, мстить за себя. С другой стороны, понимаете, вроде бы Путин, это тот человек, при котором книги Солженицына стали, архипелага, ГУЛАД, глядя неоначивающие, стали преподаваться в школах. А то, что вот в этом тоже некая есть сложность. Есть, например, такая церковная группка, которая очень активно собирает материалы о мучениках, о репрессиях, постоянно по всей стране разводит выставки, экспозиции с ними, это группа отца Георгия Кочеткова, но при этом сам он совершенный милитарист, империалист, сторонник ведущейся войны и так далее и тому подобное. Поэтому у нас очень странные бывают такие сегодня комбинации и сочетания, и из того, что человек осуждает сталинские репрессии, вот из этого еще никак не следует, что сегодня он будет выступать против этих репрессий, как в адрес религиозных инсидентов и каких-то других. Поэтому прямой связи здесь, к сожалению, нет. Но совершенно очевидная связь, что если человек начинает оправдывать сталинские репрессии и отрицать масштабы их и так далее, то здесь понятно, что тогда и современная пропаганда зайдет к нему очень хорошо. Такая вот попытка забыть историю, очевидно, живя в ней, находясь внутри этого урока. Андрей Вячеславович, отец Андрей, спасибо вам за то, что сегодня поговорили с нами. Пожалуйста, да, всего доброго. Здоровья. Друзья, сегодня гостем программы «Вдох-выдох» стал отец Андрей Кураев. Но вечер на канале «Ходорковский лайф» продолжится новостями воздуха. Оставайтесь в этой трансляции, вы автоматически окажетесь в новой, там, где будут подводиться информационные итоги этого дня, будет представлена объемная и выпуклая картина. А пока не примените подписаться, оставьте свой комментарий, это способствует продвижению нашего ролика. Ну и ставьте, конечно же, свои лайки, не забывайте о напоминаниях о том самом пресловутом колокольчике, который звенит в том числе и по каждому из нас. Я, Станислав Крючков, прощаюсь с вами. Берегите, удачи, до свидания.